Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, её ведущий, отец Назари. Век живи, век учись. В минувшую пятницу начался новый учебный год. Прошли торжественные линейки, и ученики со студентами спешат в свои учебные заведения, чтобы наполнить свой ум новыми знаниями. Сразу вспоминается наставление родителей, которые всегда говорили о том, что необходимо получить образование, закончить школу, поступить в институт, потом аспирантура или магистратура. И у молодых людей часто возникают вопросы, а зачем мне всё это нужно? Где мне пригодятся все эти знания? Начинают приводить пример успешных людей, которые буквально пару классов закончили в школе, но при этом достигли высот. Или пример из Нового Завета, когда простые рыбаки, необразованные, становятся великими апостолами. На эту тему мы сегодня порассуждаем с нашим сегодняшним гостем, настоятелем храма в честь Святой Блаженной Матроны Московской, директором некоммерческого фонда «Детский и пархиально-образовательный центр» отцом Дионисием Левиным. Отец Дионисий, здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Отец Дионисий, расскажите, какую роль играет светское образование в жизни православного христианина? Как и в жизни любого человека, образование играет огромную роль. Здесь, в принципе, не столь важно, сколько классов ты закончил, и какое учебное заведение ты закончил, сколько важно, сохранилось ли в тебе и развилось ли в тебе желание учиться. Многие посмеиваются над людьми, которые учатся всю жизнь, называя их вечными студентами, и, возможно, отнесение себя к какому-то профильному учреждению, погоне за дипломами, за повышениями квалификации, за постоянной переподготовкой и так далее, оно может быть действительно не всегда необходимо, но вот это внутреннее желание познания нового, мне кажется, это то, что у человека в итоге должно развиться, и интерес к чему должен пробудиться уже со школьной скамьи. Иначе фиаско. Где понять вот эту грань, когда нужно остановиться изучать новые науки и уже начать применять их на практике? Или здесь вообще нет никаких ограничений, человек может всю жизнь чему-то учиться? Мне кажется, что, ну, я бы вот еще раз повторюсь, я просто разделил бы эти два вектора познания. Одно – это то, что тебе необходимо для конкретных целей и задач. Другое – это, в принципе, внутреннее стремление постоянно что-то новое узнавать и развиваться. Вот второе – оно, на мой взгляд, абсолютно безгранично. То есть постоянное стремление к познанию нового – фактически это, ну, очень христианская тенденция, потому что Бог бесконечен, познать его до конца человек не может, не может познать его тайну и глубину, но постоянно совершенствоваться в Богопознании может. И самое важное, чтобы было желание. Мне кажется, что желание к Богопознанию, оно в том числе приходит и через желание, в принципе, познавать что-то новое, потому что мир, как творение Божие, оно неизбежно нас приводит к Богопознанию, да, как вот эти все знаменитые фразы про созерцание крыла бабочки или изучение строения человеческого глаза, да, невольно приводят к мысли о Творце. То есть ты, изучая, познавая этот мир, ты приходишь к познанию Творца. А первое – это конкретные задачи, и они у тебя могут появиться внезапно в течение твоей жизни. Я приведу самый, ну, для себя простой пример, то, что сейчас происходит в моей жизни. Я в свое время закончил два учебных заведения, педагогический институт и Самарскую духовную семинарию. И, в принципе, ну, мне этого было достаточно. Я служил настоятелем, работал с детьми в системе дополнительного образования. Потом Владыка благословил возглавить некоммерческий фонд. По должности, как директор, я должен был иметь образование, связанное с менеджментом, с управлением организациями. Я поступил в Международный институт рынка для того, чтобы решить конкретную задачу. Сейчас я осмелился на такой шаг, как открытие общеобразовательной школы православной. Через год мы планируем ее запустить. И, скорее всего, первый класс возьму я в качестве классного руководителя. Ну, просто потому, что, наверное, в этом есть определенный такой момент, связанный с принятием рисков. То есть, если ты создаешь что-то новое, где ты немножечко непрохоженными тропами идешь, пускать впереди себя какого-то человека. Ну, мы вот разговаривали с одним потенциальным кандидатом на эту должность. И, в принципе, после этого разговора я вот для себя такие выводы сделал, что, наверное, правильнее было бы взять это на себя. Педаинститут я заканчивал давно, и по образованию я учитель истории общества знания. А здесь, получается, нужно быть учителем начальных классов. Я планирую с сентября пойти учиться для того, чтобы подготовить себя к решению конкретной задачи. Если бы этой задачи не было, я бы учиться не пошел. Поэтому вот, наверное, так. Те, Дионисия, это супер. Я бы сказал, это идеальный вариант целеустремленности человека, личности. Тем более, что вы, будучи молодым человеком, были настолько целеустремленным, что точно знали, вот мне нужна православная семинария, педуниверситет, но зачастую, к сожалению, я думаю, вы с этим согласитесь, молодой человек вообще не понимает, что ему дальше делать. Вот у него уже подходят экзамены школьные, скоро 9 или 11 класс, и он даже близко не представляет, куда ему поступать, чем ему заниматься. Ему зачастую ничего неинтересно, кроме, не знаю, улицы, может быть, или компьютеры и так далее. И где-то его выбор определяют родители. Как вот в этом случае тогда быть молодым людям? Как им понять, нащупать вот эту свою цель в плане образования? Ведь у них и возникают как раз такие вопросы. А зачем мне поступать? Я пойду сразу работать. Мне его школа уже, скажем так, перестала интересовать все, что связано со школой, с учебой. Как молодым людям в этом случае понять вот эту свою цель, свое место, свое призвание и достичь его? Я сейчас буду говорить крамольные мысли. Надеюсь, после их озвучивания вашу передачу не закроют. Шутка. То есть первая крамольная мысль заключается в том, что это огромная проблема современной образовательной системы в России, то, что ребенок теряет мотивацию, интерес к учебе. Это огромная проблема. Они не... Не модно говорить. Наоборот, сейчас очень модно говорить о том, какие у нас суперкластеры, какой у нас прорыв в образовании и так далее, но по факту абсолютное большинство школ у абсолютного большинства детей просто отбивают желание учиться. Страхом перед проверочными работами, ВПРами, потом там УГ, ЕГЭ. И вот это постоянное натаскивание на конкретный результат, который не имеет отношения к твоей дальнейшей жизни, потому что по факту баллы, которые ты набираешь, они имеют отношение к проблеме поступления. Но проблема поступления это не жизнь. И конкретные баллы там на ЕГЭ, они не имеют отношения к твоей жизни. А на подготовку к этому тебя отбирают огромный кусок твоей жизни. Чуть ли там не с восьмого класса ребенка начинают стращать. И в таком диком стрессе мотивация к учебе естественно пропадает. Естественно, это огромная проблема. И поэтому, ребят, понять можно. Это раз. Второе, это то, что у нас система образования в целом, она устроена таким образом, что ребенку действительно достаточно рано нужно определиться. А это сложно. В этом смысле я, например, переобулся. Вообще, когда ты взрослеешь и что-то начинаешь там с чем-то соприкасаться, такой процесс, как переобувание, он перестает быть некрасивым. То есть, ну, это нормально. Например, столкнувшись с работой в системе доп. образования, я думал, как? Что вот если ребенок пришел на занятие по хореографии, он должен там до окончания срока реализации программы, это там 3-4-5 лет, заниматься хореографией. И неважно, какие у него там внутри процессы происходят, как складывается его жизнь, к чему у него появляются новые интересы и так далее. Да, я настраивал родителей, что вы поступили, ну, все, вот на 5 лет вы в этом кружке. Если взять, например, и то же самое происходит в школе. То есть, то же самое происходит в школе, ты достаточно рано должен вот сделать это определение, потому что ты после 11 класса или после 9 поступаешь в университет или средне-специальное, а средне-специальное – это фактически уже профессия, да, то есть ты там идешь на конкретную практически профессию, и все. Если мы, например, возьмем то, как устроена система образования в Америке, то там у ребенка есть возможность переходить из класса в класс и менять направление, которое его интересует или к которому он потерял интерес. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, потому что боюсь ошибиться в каких-то деталях, но общий смысл такой, что если тебе даже в старших классах и выбранное тобой направление становится неинтересно или неактуально, ты можешь перейти в другой колледж, на другое направление, поменять вектор своего обучения, при этом не меняя кардинально в общем все, что вот у тебя до этого было наработано. Поэтому у нас такой возможности, к сожалению, нет. Ты не можешь на втором курсе университета перейти на второй курс другого направления, что-то при этом не потеряв зачастую. И поэтому, что можно посоветовать, это все равно пробовать. То есть все равно не бояться менять. То есть пока ты студент, надо быть смелее. И смело менять кафедры, направления и даже вузы. И даже школы. Если, например, ты там в старших классах понимаешь, что там профиль школы тебе не подходит, смело менять. Менять класс, менять школу, менять направление, менять один колледж на другой, один вуз на другой или внутри вуза там перемещаться по кафедрам. Ну то есть вот быть смелее, не думать, что если я сейчас перейду куда-то в другое место, моя жизнь рухнет, и все, что было там раньше, пропадет. Нет, не пропадет. Нет, не рухнет. Гораздо, простите, глупее, да и трагичнее отучиться в университете пять лет и потом просто диплом на полку и пошел заниматься другим по жизни. Это просто катастрофа. А не может возникнуть такой риск, знаете, как незаконченного дела, незакрытый гешталь, как у нас выражается, что нас же всегда учат с детства, что дело нужно довести до конца. Я прям сразу перебью, потому что риски и проблемы итога того, что получится, они есть всегда в любых системах. Нет идеальных систем. Нет идеального решения общего. Всегда есть индивидуальный подход к каждому человеку. Поэтому, наверное, юношам и девушкам есть смысл советоваться, есть смысл где-то прислушиваться, где-то, может быть, нет. Кстати, это тоже ведь отдельный разговор, когда родители начинают закрывать свои гештальты, своими детьми. Особенно, если у родителей есть династия в какой-либо профессии. Да, или династия, или просто сформированное отношение к тому, каким должен быть ребенок, какой профессии он должен овладеть. Поэтому здесь прислушиваться, да, руководствоваться на 100%, только своим собственным взглядом нужно. Понятно. А вот, Ати Денис, еще такой вопрос. У нас образование светское, но насколько важен фактор воспитания в системе образования, да, может быть, в школе, в институте, в первую очередь, конечно же, речь идет о воспитании именно христианской нравственности. Насколько это вообще целесообразно? Знаю, что в свое время у нас как-то пытались отдалиться от этого, что вот только образовательные услуги. Сейчас вроде как наоборот пытаются вернуть некоторые аспекты воспитания, в том числе вот и в школах. Насколько это важно и вообще необходимо для нас? Ну, воспитание это, безусловно, важно. То есть, без воспитания человек становится просто биороботом, машиной, он становится способен на совершенно ужасные вещи. Но дело не в этом. Дело в том, что вопрос заключается в другом. Какова роль или каково процентное распределение в вопросах воспитания между семьей и любым другим институтом. Там садик, школа, вуз, колледж, что угодно. И мне кажется, что безусловное превалирование в вопросах воспитания должно быть в семье. Если этого не происходит в семье, все остальные институты, они теряют базу, почву, фундамент в своей работе. То есть, любая воспитательная работа в любых общественных институтах, это надстройка над тем, что дает семья. И поэтому задача, на мой взгляд, гораздо глубже. Не воспитывать отдельно взятого ребенка в школе, а заниматься воспитанием в целом семьи. И да, это замечательно, что сейчас в школе стали вновь говорить о том, что школа должна заниматься воспитанием, но нельзя отрывать отдельно ребенка, потому что тогда это превращается в серию или в череду мероприятий. Я вот сейчас закончил читать книжку Сухомлинского, «Сердце отдаю детям». Первое, что он сделал, это сделал курсы или школы, в терминологии, на самом деле это не важно. В общем, кружок, место для сбора родителей. И первое, что он сделал, это познакомился с каждой семьей и вник в суть вопросов, связанных с воспитанием внутри каждой семьи. И он в начале своей книги огромный обзор делает того, а какие были семьи, кто привел ему в школу, в первый класс своих детей. И он рассказывает, вот этот фронтовик, вот этот вот отсидел, а вот у этого там, значит, бабушка воспитывает, а вот того там, значит, отец там воровал, а у этого, значит, вот такая ситуация. То есть, не вникнув в суть того, что происходит в семье, не поняв каких-то мотивов, струнок и так далее, и он всегда к этому возвращается в течение своей книги, неоднократно апеллируя как раз к тому, что происходило у ребенка в семье и показывает, как менялось. Вот у него в школе учатся дети, а он рассказывает, как меняются отношения в семье. Поэтому, если мы возьмем чистой воды воспитательную работу только с детьми в школе, это будет серия мероприятий, серия мероприятий нравственного и патриотического характера. Но мероприятие не равно воспитанию. Вот это очень важно понимать. То есть, мероприятие – это хорошо, но мероприятие – это мероприятие, это не воспитательный процесс. Вот, поэтому заниматься воспитанием нужно, настраивать эту работу, эту деятельность нужно, но нельзя заниматься воспитанием только детей, оторвав это от семьи. Как бы это не было тяжело. В городе это очень тяжело. В деревне легче, в селе там проще, в маленьких городах проще, в мегаполисах в огромных, даже не Москва, а Самара, это очень тяжело. Я это прекрасно понимаю, но удачные примеры такой работы есть. Это в том числе православные школы, православные гимназии, некоторые частные школы, и в принципе некоторые муниципальные школы, я с такими знаком, где акцент делается на общесемейном подходе, а не выдергивается один ребенок. И кстати, церковь об этом же говорит. Возьмите, пожалуйста, знаменитый, любимейший посыл иерманаха Геннадия Войтишко, который занимается как раз воскресными школами и попечением о детях, он всегда говорит о том, что недопустимо, чтобы причащался ребенок, не причащались родители, недопустимо, чтобы ребенок приходил в воскресенье в школу, а родители шли на рынок и так далее. То есть всегда берется семья. Тогда что-то можно менять. Да, здесь я с вами всецело соглашусь. А как отец Дионисий, вы видите роль священника в образовании? Когда священники приходят в школу, проводят встречи с ребятами, может быть, там, факультативы. Есть ли священник в школе, ну, если вот, скажу так, тоже может быть мысль, которая, может быть, не очень может понравиться, но мне кажется, что священник не должен в школе превращаться в свадебного генерала. То есть не должен в школе быть священник, который пришел на мероприятие, благословил деток, посидел, потом с директором выпил чайку и ушел. Мне кажется, что если священник появляется в школе, то он должен быть максимально близок к детям, он должен быть для них открытым, понятным, и формат его встречи, разговоров с детьми не должен быть назидательным, а должен быть сучастливым, соучастливым, может быть, да, располагающим каким-то большим откровением и так далее. Совершенно потрясающе, если у школы с священником складывается такая совместная работа, что священнику удается, что директору или там завучу удается внедрить священника в какие-то другие процессы, связанные, например, с работой с родителями, с работой с педагогическим коллективом. Особенно если у священника есть к этому склонность, предрасположенность, талант и желание, тогда может совершенно замечательно получиться. Вот если у священника есть доступ и возможность беседовать с родителями, беседовать с педагогическим коллективом, и не когда их там собрали, в приказном режиме, директор всех за одним столом, а вот именно когда священника принимают и готовы с ним разговаривать, что-то обсуждать, где-то спорить, где-то советоваться, это совершенно замечательно. Но везде индивидуально все. Школы разные, директора разные, подход разный, ситуации разные, контингент в школе разный. Но в любом случае, я понимаю, наверное, к чему вы клоните, в светском правовом государстве, в светской школе священнику есть место. Это не нарушает законодательство, это не нарушает право на свободу вероисповедания детей, родителей и педагогического коллектива. Потому что речь идет не о религиозных практиках, не о молитве, не о участии в таинствах, а речь идет о фигуре священника и возможности получить от него то, что, может быть, без него школа дать не может. Дианисей, еще хотелось бы, чтобы вы рассказали о вашем опыте совмещения христианского воспитания и образования в ваших детских и парихиальных центрах. Как вы добились действительно хороших и добрых результатов, когда многие дети, которые обучаются у вас в центрах, действительно проявляют искреннюю веру в Бога, видны действительно их дела добродетельные. Я знаком со многими вашими детьми, в том числе по лагерным сменам в летних сменах. Поделитесь своим опытом. Как вам удалось добиться таких хороших результатов? Добился не я, это совершенно неправильно так говорить. То есть некоммерческий фонд, детский и пархиально-образовательный центр это всецелое детище владыки-метрополита, который его фактически выносил, выкрестывал и вызывал. И я далеко не первый директор на этой должности. Фактически я пожинаю во многом плоды того, что было сделано до меня, моими предшественниками. И поэтому здесь я, наверное, все-таки перенаправлю эти слова благодарности и от вас, и от родителей, владыке-метрополиту и тем, кто действительно очень много трудов положил. Что скажу про нашу работу? Детский и пархиально-образовательный центр это центр дополнительного образования при православных храмах. Их уникальность заключается в том, что возможность получать там качественное, современное дополнительное образование имеют абсолютно все. Не только дети из православных семей. В этом отличие наши от воскресных школ. Мы берем большим охватом, но меньше катехизацией. Мы не говорим о необходимости участия в церковных таинствах с теми, кто к этому еще не готов. Но мы всегда читаем молитвы в начале, в конце занятия. Мы беседуем о Боге. Мы, безусловно, приглашаем детей на важные церковные праздники, Пасху, Рождество, устраиваем концертные программы. То есть дети погружаются в атмосферу, где церковь и тема Христа и православия очень рядом, очень близко, но не насильственно. И поэтому у нас даже представители из ислама учились, и дети из невоцерковленных, и даже некрещенные дети учились. То есть им никто двери в наши детские центры не закрывает. Условие только одно – уважение к нашей религии, к тому, что мы делаем. Постепенно, видя то, что их окружает, дети так или иначе тянутся. Господь трогает их души, их сердца. Они для себя начинают что-то открывать. У меня есть явные примеры детей, которые отрицательно относились к, например, богослужению, к лиросному пению. И спустя несколько лет менялись полностью, да наоборот, становились полную, начинали говорить полностью противоположные вещи. Наоборот, им начинало нравиться, привлекать, они начинали тянуться. Это живые примеры. Это замечательно. И спасибо большое, что сейчас дали возможность об этом поговорить, потому что, да, начался учебный год. И во все наши детские центры мы начинаем набор детей. Дети к нам принимаются с 4 до 18 лет. Наши детские центры находятся по всей Самарской области. Это не только Самара, это Сызрань, Тольятти, Новокубышевск, Кенель-Черкассы, Шигон и множество других населенных пунктов. У нас больше 27 филиалов, больше 80 мест реализации. Сейчас у нас обучается больше 11 тысяч детей. Всю информацию можно найти ВКонтакте. У нас есть большая основная группа. Она так и называется Некоммерческий фонд Детский аппархиальный образовательный центр. И на нашем сайте nfdeuts.rf Это русские буквы nfdeuts.rf Мы с большой радостью приглашаем к нам на занятия. Спасибо, отец Дионисий, за увлекательную беседу. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Увидимся в следующий понедельник в половине восьмого. Ангела всем хранителям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова